Утопия шоу. Мифы, в которые мы верим, 13. О! Не хотите Утопия шоу глянуть сейчас? 8 часов назад вышло. Тыщ, меня зовут Топа, и это мифы, в которые мы верим. В этот раз я подобрал максимально разные. Странные, забавные и даже опасные. Но начать хотел бы с того, что перевернет ваш мир. Лето кончается, и это всего лишь второй раз, когда я купаюсь. Ты выходил в Pillars of Eternity? Я знаю эту игру, нет, не проходил. Не в смысле вообще, а на открытом воздухе. Но вернее, я пробовал. Но думаю, что многие из вас этим летом успели порезвиться в крытых или открытых бассейнах. Нет, блять, вообще не переношу, кстати говоря, бассейны. Прям пиздец по куче-куче причин. Прям... Блять, я в какой-то степени брезгливый, что ли? И теперь логичный вопрос. А знаете, для чего нужна вот эта... Противно пахнущая хлорка, которую мы ощущаем каждый раз, когда подходим к такой воде? Чтобы не чувствовали люди запах мочи, потому что каждый сыт, блять, в место, где он плавает? Ну, наверное, нет. Но в целом, да, все-таки, наверное. Да не, я знаю, зачем нужна хлорка, если чё это была шутка хуёвая. Ну, поняли. Чтобы убивать микробы, правильно. И опять же, логично, что из-за неё у нас зудит нос и глаза похожи на красные помидоры, да? А если вдруг выяснится, что хлорированный бассейн на самом деле не должен так пахнуть, а всё дело в моче? Да, на хлор люди гонят зря. Да, он действительно защищает воду от бактерий. Только вот когда хлор соприкасается с мочой, фекалиями, грязью, косметикой и потом, происходит химическая реакция, при которой появляется... Ну да, да, потом в смысле, не мочой, да, просто все вспотели очень сильно. Химическое соединение хлорамин. Эта дичь как раз и ответственна за тот самый запах хлора. Да, да. Ну просто в бассейне слишком потно, я там тренируюсь, как бы плаваю. Не, я не ссал в бассейн. Не, не. Просто, да, вспотел, молясь. Зуд. Извините, конечно, но если вы плавали в бассейне и сильно чувствовали хлор, то это не из-за того, что он очень сильно чистый. Он пытался, но люди вокруг просто ссали на правила в прямом смысле. Смотри, какой огромный бассейн. Если кто ей пописывает, никто даже не заметит. И я, зная, как это работает, тоже теперь буду их соблюдать. Блядь, да, 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 да. Ты че, реально мочился в бассейн? Нет. Главная рекомендация справлять нужду и мыться до того, как сходите в бассейн. Помыться, чтобы помыться? Что-то философское. Нахуй бассейны? Да, нахуй бассейны. Поиграем в ассоциации. Когда мне говорят философия, я непременно думаю о великих греческих мыслителях. Но если вам скажут... Обо мне в том числе. Море тоже пиздец. Я однажды нырнул и вынырнул, а рядом со мной проплыл паровоз из говна. Греция. О чем вы подумаете? Боги, Олимп, Гирос, возможно. И разумеется... Дядя, у меня нос чешется внутри. Многие из вас знают эту музыку и эти движения. Сиртаки. Традиционный народный танец Греции. Если вы туда приедете, то наверняка на какой-нибудь экскурсии увидите похожее представление. Только вот национальных танцев у Греции много. Но сиртаки, как бы вам объяснить? Этот танец действительно сборная солянка из других греческих танцев. Но в общем-то был выдуман. Какие его названия? И выдуман не... Ну, как и все остальные танцы выдуманы, нет? Сап двач! Мур-мур-мур-мур! И просто так. А для финальных кадров фильма Грек Зорба, который вышел в 1964 году и взял три Оскара. А всем известная музыка также была написана специально для фильма. Но мне, кстати говоря, это что-то не шокирует и как-то похуй. Я серьезно считал это музыкой, под которую чуть ли не Аристотель Брейк отплясывал. А оказалось, это вообще современное произведение. И даже с учетом того, что это голливудская выдумка, сиртаки теперь визитная карточка Греции. Получается, если я придумаю танец... Прикольно, что так получилось. То какая-нибудь страна может сказать... О, мое! Это удобно, конечно. Но главное, что вы теперь знаете реальное происхождение сиртаки. Но что насчет происхождения вот этого? Волынка! Мне кажется, если подойти к человеку на улице и спросить, где изобрели волынку, он ответит... Шотландия! Я бы тоже так ответил буквально... Вообще, по-моему, нет. Они даже юбки начали носить в один момент. Ну, если ты настаиваешь... И там что-то не с ней... И в дополнение к прошлому донату... Не с ней было связано. Буквально пару недель назад. Ведь это действительно главный национальный инструмент Шотландии. Только вот ответив так, я бы облажался. А, так я вообще не говорил, да. У них даже платья вот эти вот, которые они начали носить, там, короче, тоже пришло, блять, откуда. И у них там все... Я не помню точную историю, вроде бы, блять, так что... Че-то такое я уже слышал. На самом деле волынка один из древнейших музыкальных инструментов. Наверное, потому что рецепт очень прост. Все, что вам нужно, это кожаный мешок и трубка. Поэтому не было вариантов, что такое изобретение появится только в одной стране. Откуда она реально появилась, проследить сложно. Кто-то говорит о греках и египтянах. Кто-то говорит, что упоминали ее в первом веке до нашей эры. Чуть позже они упоминали римляне и в Библии нашли похожее описание такого инструмента. Это что касается письменных упоминаний, которые на самом-то деле, может, и не имели в виду то, что мы сейчас называем волынкой. А вот с реальными находками все сложнее. Мешок-то разлагается, оставляя только трубки. Но когда нашлись изображения волынщиков, все вопросы отпали. Оказалось, что первые визуальные и письменные упоминания волынки в Шотландии были намного позже, в промежутке с 14 по 16 век. Но как и от каких народов она туда попала, вот это уже загадка. Главное тут одно. Этот инструмент в разных его проявлениях использовался чуть ли не всеми народами задолго до того, как он попал в Шотландию. Хорошо, хоть у этой страны есть и другие уникальные вещи, например... Жизнь говно. Айрон Брю и Килт. Бля, прикиньте, как в нем пися дышит. Серьезно. Охуенно же. А что если нет? Когда мы видим Килт, у нас не возникает других ассоциаций, кроме как с Шотландией. И это максимально правильно. Бесспорно, что эволюционировал Килт, который мы сейчас знаем, из одежды, которую использовали шотландские горцы несколько веков назад. Ну, как одежды. По сути, это был плед, который накидывали на себя. Но со временем они добавили пояс, и плед визуально разделился на две части. Это называют Great Kilt. Блядь, так это оказывается плед. Пледик, ребята. А не юбка. По сути, это одеяло просто, которое обвернуто вокруг пояса. Охуеть, папаша. Тепло, свободно и ночью укрыться можно. Такой вы наверняка видели в фильме «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном, который вжился в роль настоящего рыцаря Уильяма Уоллеса. Проблема в том, что упоминания Килтов начинаются с 16 века. Что тебе нужно? А Уоллес умер в 14-м. Даже теоретически они в то время не могли носить Килты. Скорее всего, они, как и все другие, носили туники и длинные рубахи. Но не зря этот фильм считают одним из самых исторически неточных. Ремейк «Храброе сердце», сцена 1, дубль 1. И через много лет, умирая в своих постелях! Стоп! Костюмер! Да-да. Чё на нём надето? Ну, как вы и просили. Китель и волына. Киро, ты волынка, конечно. Ты уволен. Я бы себя сам уволил. Ну, ладно, я отвлёкся. Мы остановились на горцах и их пледах. О, вы из Шотландии? Нет. Но традиционный Килт, возможно, был придуман вообще англичанином Томасом Роллинсом, где-то в районе 1720-х годов. Он приехал в Шотландию, основал свой завод и, как пишут историки и очевидцы тех событий, он сам или с помощниками просто отрезал верхнюю часть большого Килта для большего удобства и получился маленький Килт, который уже вошёл в историю и никогда оттуда не уйдёт. Конечно, мало кому понравилось осознание того факта, что истинно шотландский атрибут был придуман англичанином, а поэтому началось разбирательство. Бля, для них это вообще жопа, жопа бомбёж. И вы... Это вообще, да-да-да, это вообще, для них это... Для них это такой жопа бомбёж. Бомбёж. ...что в этой истории много мутной воды, так сказать. Да, многие действительно подтверждают, что так всё и было, и это авторитетные источники. Но некоторые говорили, что это всё лишь полуправда, и Роллинсон мог просто популяризировать то, что уже и так было. Тем более, лично я думаю, что если бы не он, то кто-то бы это точно сделал, ведь всё, что нужно было, просто не пришивать верхнюю часть Килта. Да не факт, кто же прав. Не факт, кто б знал. Ссылки на оба мнения, как всегда, в описании. Кому верите, уж решайте сами. Точно не мне. Я вам всегда это говорю. Как бы там ни было, Шотландия также ассоциируется с самой расцветкой Килта. Это называют тартан. И наверняка многие шотландцы думают, что это их изобретение. На самом же деле ткань, похожая на тартан, была найдена на некоторых мумифицированных телах, а сохранилась благодаря условиям содержания. И они были сделаны за... Посмотри историю Волынки после видео, очень интересно, спасибо мне. ...надолго до нашей эры. Поэтому нет, тоже мимо. В итоге, самая непонятная из всего этого, история с маленьким Килтом и англичанином. Но мне кажется, даже если правды мы не узнаем, миф всё равно был достаточно интересным. Как и следующий. Но для него мне нужна более интимная атмосфера. В прошлом выпуске этой рубрики я... Блин, как классно он снимает Удопия, да? Да? Такая визуальная подача очень хорошая. Ну и вообще не только визуальная. Рассказал о том, что рок-носорога покупали за десятки тысяч долларов и использовали как афродизиак. Настало время поговорить об этом более серьёзно, ведь проблема стоит нешуточная. А может и не стоит. Но это тоже проблема. Издавна люди пытались вернуть потенцию, если с этим возникали трудности. Или же просто сделать так, чтобы ночь была бурная и сил хватило. Так уж повелось, что сам... Кстати говоря, это ужасная хуйня. Это вот культ, который... Вот это, блядь, реально проблема, которая лежит только на мужчинах. Вот этот культ члена и мужской силы, где отсутствие мужской силы, на самом деле это никак не относится к мужской силе. Типа, неспособность заниматься сексом, грубо говоря, да? Или испытывать какое-то вот это... Трактуется у многих людей, блядь, во всём мире на самом деле, как эдакое, типа... Ну, типа чувак, отстой. Ну, вы понимаете, всякое такое... Такое. Это прям... Это прям, блядь... Да. Это ужасно, это ужасно. Я против этого, если что. Доступные травы и продукты... Разговор про члены на час. Чат, а чё вы такие душные, блядь? Идите в школу, собирайтесь нахуй. Вам в школу уже сегодня идти. Вы помните вообще об этом? Помогали людям решить столь пикантную задачу. Сын соседа, тётки, брата сказал, что, в общем-то, норм, поэтому можно попробовать. Особое внимание было к еде, похожей на половые органы, например, устрицы. Острое, обжигающее чили должно было рожечь огонь не только во рту, а любовные камни, сделанные... Да в пизду, бля, попробуй засунуть его. Непонятно из чего. Покупают, потому что продавцы клянутся, что всё будет в порядке. И все эти природные штуки для повышения либидо и возбуждения называются афродизиаками не потому, что они из Африки, а в честь богини любви Афродиты. Афродита. Звучит прям достойно. Но по одной из версий она появилась из морской пены после того, как Кронос отрезал гениталии своему отцу Урану и бросил их в воду. Какое-то ху...ое рождение. У того, кто это придумал, явно были беды с башкой. Но теперь понятно, почему морепродукты часто считаются афродизиаком. Но теперь самый главный вопрос. Если люди оху... Нас после всей серии God of War и просмотренного цикла про древнегреческие мифы... Хотится найти чудо-средство, готовы потратить кучу денег, то это работает? Да. Но не так, как они этого хотят. И этот миф, скорее всего, самый опасный из сегодняшних. Взять, к примеру, один из самых доступных афродизиаков – шоколад. Были проведены исследования, и ученые пришли к выводу, что в физиологическом плане ничего не поменялось. Сколько бы вы его не ели. Но не исключен эффект плацебо. Проще говоря, вы можете сами себе надумать, что возбуждаетесь. И такая история соверш... Понятно, короче, нет смысла больше приносить девушкам шоколадки. А то я знаю, парни любят дарить шоколадку, блядь. Я видосы в ТикТоке тоже много видел, где шоколадки дарят, там, и девки такие... Нет смысла. ...каждым средством, которое везде рекламируется. Исследования показывают или незначительные результаты, или вообще их отсутствие. Но в основном это психологическая история. Но вот почему вера в народную медицину может плохо закончиться. Существует много опасных афродизиаков, которые использовали уже много веков. И самое опасное среди них – шпанская мушка. Только это никакая не мушка. Это жук из семейства жуков-нарывников. Называются они так по одной простой причине. Когда этот жук в опасности, он выделяет секрет, в котором содержится конторидин. А это вещество настолько сильно раздражает ткань, что там просто образуются волдыри и нарывы. Чисто, блядь, член помазал этой хуйней, он у тебя вот таким, блядь, стал нахуй. У тебя был вот такой хуй, блядь, стал вот такой хуй. Ты такой пиздец, блядь. Идешь хуем, короче, дома рушишь, блядь. Так как же эта дрянь стала афродизиаком, спросите вы? Еще сотни лет назад были упоминания, что порошок из этих жуков применялся как средство-возбудитель. Подсыпал кому-нибудь и бах, сильная эрекция. Только вот они наверняка не знали, почему так происходит. И что дело совсем не в возбуждении. При приеме внутрь эта хрень раздражала слизистую. Могло даже начаться внутреннее кровотечение. Организм пытался вывести это привычным способом и... Спасибо большое, Стим, за 14 месяцев. ...воспалял мочевыводящие пути. Это называется приопизм. Когда у тебя там все распухло, но к возбуждению никак не относятся. Они такие, о! Я же говорил и... О, стоит. Прикольно. Только вот часто это средство могло привести к смерти. По сути, это гуглится за 3 секунды. Но даже сейчас находятся люди, которые покупают препараты на основе конторидина. И... Нет. Они не умирают, потому что они не работают. Конторидин и препараты на основе шпанской мушки запрещены в России как минимум. Так как они могут убить человека. В этом случае, наверное, даже хорошо, что людям продают пустышку, а не реально... Ага, реально хуйню продают, блядь. Из мочи на бодяженое какое-нибудь говно, блядь, такое. Чисто насал, блядь, насал в пакет, засушил, блядь, потом растер это все, блядь. Средство. А они потом это внутрь, блядь, пьют. Но есть и те, кто пытается найти настоящие препараты с этим жуком. Помните? Самоубийство это плохо. Ну и теперь вы знаете про этого жучка и лучше вообще не контактируйте с ним. И не бейте рукой, если он вдруг на вас сел. Также люди, наслушавшись древних баек, использовали яд жаб для поднятия пиписки и, очевидно, тоже умирали. Да, с таким же успехом... Мне кажется, люди, знаете, как это воспринимают? Чем это опаснее и трудно достать, тем это наверняка пизда-то магически эффективное. Не просто так природа это все, блядь, точняк нахуй. Зачем нам натирать хуй подорожником? Подорожник везде растет, он не будет работать. А вот если натереть, блядь, хуй болгарским перцем перламутрового оттенка... Зато сможешь до конца жизни рассказывать, что видел призрачный туман изнутри. Я бы лучше рассказывал, как трех баб за раз оттрахал. Который растет в Гималаях, блядь. Вот это нахуй стопудово хуй поднимет, блядь. Аж хуй встает, когда я только об этом думаю, блядь. А если его натереть, то вообще пиздец. Мне кажется, мне кажется, они именно так думают. Можно свой дрын сунуть в улей, напевая ты пчела, я пчеловод. Не надо. Это у тебя шпанская мушка? Тихо, ты че? Клянусь бородой мурадина. Она реально работает? Ну, ты можешь посмотреть на меня. Че? У меня нет правой ноги. Но я еще не закончил. Вот что пишут на сайте FDA. Согласно имеющимся в настоящее время данным, любой безрецептурный лекарственный препарат, содержащий ингредиенты для использования в качестве афродизиака, не может быть признан безопасным и эффективным. И тем не менее, есть исследования, что некоторые растения, в отличие от тех, которые все рекламируют, действительно могут считаться афродизиаком. Например, женьшень, который действительно помогал при эректильной дисфункции. Но все это было под наблюдением и нуждается в дополнительной проверке. Так что в будущем, кто знает, может, и будет универсальное натуральное средство. Но пока что я бы на вашем месте не стал без рекомендации врача, А теперь включите, пожалуйста, свет. Не благодарите, не благодарите. Спасибо. А, нет за что. Хотя, я даже не знаю, кого из вас благодарить. Да, стример Сергей Халле, не обращайся. С кем я вообще разговариваю? Какого хрена светло стало? Раз уж мы затронули богов, то давайте я вам расскажу очень обидную для определенных людей историю. В мифологии есть титан Атлант. И вы наверняка его знаете. Он на своих могучих плечах держит земной шар. Этому посвящены сотни татуировок. А в гугл запросах это первый вариант. Только вот нет. Он не держит землю. Это просто недопонимание скульпторов. Если отталкиваться от мифологии, то Зевс приговорил Атланта стоять на земле и держать руками небесный свод. Небо, не землю. А почему все начали рисовать землю? Все очень просто. До нашей эры Атлант не ассоциировался с землей. Он держал небо. И это прекрасно видно на этих изображениях. Еще его изображали как держащего что-то шарообразное. Но это небесные сферы. А самая старая из сохранившихся статуй выглядит вот так. И можно подумать, что это земля. Но на самом деле это звездный глобус с созвездиями. Похоже на землю, согласен. Но это только если не разобраться. С этого все и началось. Ну возможно другим скульпторам и художникам было вообще плевать. И они начали штамповать изображение, где он держит землю. Но люди и поверили. Даже мем сделали. Даже мем. Вот насколько все далеко зашло. Не завидую тем, кто набил себе такую татуху, кстати. Хотя всегда можно придумать скрытый смысл. Двигаемся дальше. Есть один очень опасный миф, который Голливуд... В играх так любят делать. ...то же, которое десятилетия проталкивает в массы. Если человек тонет, то вы обязательно об этом узнаете. Ведь он будет кричать о помощи и махать руками. Помогите! На помощь! Мне кажется, не слышал об этом. Эй, сюда! Помогите! Помогите! Но на самом деле нет. И, возможно, именно поэтому отдыхающие не замечают, что кто-то рядом утонул. Инстинктивно паническая реакция заключается в том, чтобы держаться на плаву и пытаться... Блять, проутонул я относительно недавно. Ну, до расставания. Да. Это временные мерки я вам... Лучше меня не злить! Короче, я не знаю зачем, я посмотрел абсолютно пизданутое видео. Пизданутишее видео. В общем, день. Куча людей стоит на пляже. Там стоит мать. Полиция. Ребенка найти не могут. И решили, что он утонул. Вызвали водолазов. Там стоит мать на берегу. И ребенка ищут. И в итоге, блять, выходит водолаз... Ну, типа, водолазы говорят, что, ну, нашли. Пиздец. Пиздец. Это супер тяжелое видео, на самом деле. Просто рэш. Да. Вот просто, когда проутонул я ссылку... Это... Я, по-моему, это смел в ТикТоке или что-то такое. В общем, пиздец. Ну, она там прям... Блять, это пиздец. Просто нахуй. Я когда... Блять, смотрел, как ей было плохо. Я не знаю, чуваки. Мне прям... Я прям... Мне прям было так хуево. Я не знаю. Прям жесть. Просто там... Очень тяжелое видео, просто пиздец. Я... Она... Но все-таки часто это происходит быстро и тихо. Что подтверждают МЧС и спасательные службы других стран. Поэтому лучше друг за другом следить, а не надеяться, что вы услышите утопающего. Этим летом я читал о большом количестве случаев. Многие из утонувших дети. И поэтому это очередной очень опасный миф. Давайте поговорим о чем-то менее грустном. О математике. Блять. Ладно, это был байт на эмоции. Ведь лето заканчивается и надо учиться. А я вообще-то и не врал. Но интересуют нас только цифры и как они выглядят. Их существовало много у разных народов. Арабская единица. Блять, если бы я сейчас... Я вот... Девушка меня, так сказать... Ушла от меня. Если бы мне сейчас еще нужно было в школу, блять, идти. Еба. Как хорошо, что я могу завтра проснуться. Почесать жопу. Вкусно поесть. Сесть во что-нибудь играть. И, блять, еще что-нибудь делать. И я у меня еще похуй. Завтра так и сделаю. Наверное, заеду в Макдак даже. Отпраздно. Как раз Макдак будет... Свободен! Простите. Римская, вавилонская, единица у майя, китайская, японская и так далее. Но в основном мы с вами используем первые два варианта. Второй уж совсем редко. Все называют это арабскими цифрами. Но это что-то вроде заблуждения, потому что... Возьму себе, пожалуй, молочный коктейль клубничный. Заеду после тренировки. У меня завтра тренировка. После тренировки заеду, пожалуй, картошечку горячую, наггетсы с соусом и молочный клубничный коктейль. За ваше здоровье, конечно. За ваше здоровье. Как выглядят именно арабские цифры. Ты по-прежнему в армии, мать твою, заново! Тоже арабские. Спасибо за 50. Давайте я объясню. Из арабских стран эта система счисления попала в Европу и распространилась. Да, поэтому все подумали, что там она и была придумана. Но на самом же деле, первые версии были придуманы индийскими учеными задолго до этого. Вот, можете посмотреть эволюцию. Скорее всего, все началось с письменной системы Брахми. Где единица, шестерка и семерка, в принципе, напоминали привычные цифры. И это в третьем веке до нашей эры. Затем из этого получилось письмо Диванагари. Где есть отчетливая двойка, тройка и такая себе девятка. Ну и пошло-поехало в арабские страны. Забавно, что привычная четверка у них почти всегда была пятеркой. Но со временем цифры обрастали новыми деталями. И благодаря популяризации и доделыванию арабскими учеными, считая в готовом виде, попали в Европу, где уже конкретно обосновались. Хотя получается, что все-таки арабские страны в основном ответственны за эти цифры. Максимум можно назвать их индоарабскими. Такой себе миф. Да пофиг. Зато что-то новое узнали. Интересно. А если бы нули и единицы не придумали, то что использовалось бы в компьютерах и другой технике? Вопрос странный, зато подводка получается топовой. Если вы смотрите это видео, то вы, очевидно, пользователи интернета. Смею предположить, что у вас есть телефон, приложение установлены там, вы открываете инстаграм, используете маску, листаете ленту рекомендаций, проверяете почту и никогда бы не подумали, что можете работать в сфере, в которой все это разрабатывают. И вам для этого даже не обязательно быть математиком или айтишником. Чушь! Я вообще ничего не умею. А что если это не так? Что если просто у тебя не было нужных инструментов и правильной мотивации? Представляю вашего внимания образовательная платформа НИТАЛОГИЯ. Это курсы как для начинающих, так и для профессионалов. И там есть все нужные инструменты, чтобы... Именно... Вот кем ты хочешь дизайн, не... Представьте ретопыт, процент всего данных, не помните. У веб-разработки получится. Круто сделал, да? Технологии. Спасибо, что досмотрели до конца. И надеюсь, вы, как и я, узнали что-то новое. Вместе мы сможем... Сука, дерево не настоящее, кстати, очень палец. Искоренить мифы. Да, оно прям реально не настоящее. Или нет? Пойду додумывать новый топ-секрет. Нет, не настоящее. Фэк. Хороший выпуск, хоть смотрели долго. Вот. А на настоящее, это склика двух кадров? Я понимаю, как это можно сделать, серч. Технически. Просто оно именно визуально выглядело ненастоящим. Прям пиздец. Как такая текстурка хуёвая, блядь, наложенная. Как из пейнта вырезана. Из-за размытия и вот этой всей хуйни. Вот. Ворвался тут, блядь, объяснил, как это делается. О, да, ну нахуй, блядь, склика двух кадров. Субтитры сделал DimaTorzok.